Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для Всех, и в этом видео мы с вами рассмотрим, пожалуй, самую боевую партию второго тура турнира протендентов, проходящего в Торонто. В этом видео мы рассмотрим поединок российского гроссмейстера Яна Непомнящего и француза Алилизы Феруджи. Итак, Е4 сыграл Непомнящий, в ответ Е5, КНФ3, КНЦ6, СЛОН Б5, испанская партия. КНФ6, это берлинская защита, Д3, СЛОН Ц5 и Ц3. Рокировки сделали соперники, и в этом положении, в подавляющем числе случаев, черные играют Д6. Но Феруджи продвигает центральную пешку на одно поле дальше. Оказывается, что этот ход делался еще в 19-м столетии Адольфом Андерсоном. Затем на долгое время был забыт и активно стал применяться уже в 21-м столетии. Черные нападают на пешку Е4, и если белые хотят довольствоваться малым, то есть небольшим плюсом после дебюта, могут сыграть КНБД2, как сделал Каруана против Ароняна в 2018 году. Но Ян Непомнящий избирает самый принципиальный ход и забирает на Д5. Черные бьют Ферзем, после СЛОН Ц4 отходят обратно, Б4, СЛОН Е7, КНБД2. Феруджи ставит пешку на А6, и после А4 развивают белопольного слона, нападая на Д3. Белые защищаются, КНД5, КНЕ4, СЛОН Ж4. И здесь Ян Непомнящий сделал новый для данного разветвления ход. Ранее встречалась А5, но он играет Ферзь А2, нападая на коня, и после его отхода отводит слона на Б3. Избегая размена. Но размен легких фигур проходит на королевском фланге. Забирает все-таки на Ф3 Феруджио, и после ЖФ бьет еще и пешку на Д3. Ян Непомнящий пожертвовал пешку, но, как говорится, все ходы записаны. У белых два слона и активная игра. После КНЖ2 Ферзь Д7, ЛД1 Ферзь Е8, А4. Брать пешку Х не только опасно, но просто нельзя. Так как в этом случае белые сыграют ЛД1 и пойдут Ферзь C2 с убийственной угрозой КНЕ6 и МАТ на Х7. А если Ж6, то Ферзь Д2 с дальнейшим Ферзь Х6 и Черным не спастись. Поэтому конь c8 играет Ферруджа и после хода h5 имел в своем распоряжении тормозящий ход h6, но тем самым черные все-таки создавали зацепку для атаки белых, поэтому король h8 играет француз, позволяя белой пешке пойти на шестую горизонталь, но ставит свою пешку на g5. Дважды брать на g5, конечно, белые не могут, последует связка ладья g8, поэтому ферзь d2 играет непомнящий и после конь d6, наконец, развивает чернопольного слона. В этом положении черные могли укрепиться ходом f6, но Ферруджа отдает предпочтение более активному коне f5, после ферзь d7 дает шах, король f1 и f5. Конь g3 играет непомнящий, отдавая пешку f3, но ставит пешку на b5, прогоняя коня c6. Однако тот сразу не отходит, f4, контратака, конь e4 и в этом положении следует конь a5. Слон e6 играют белые и здесь Ферруджа допускает очень серьезную ошибку. Французский игросмейстер переоценивает свою позицию, ему нужно было сыграть g4 и в дальнейшем борьба шла при равном материале. Но ферзь g6 играет Ферруджа и жертвует чернопольного слона, для того, чтобы после взятия на a6 иметь возможность выскочить своим ферзем и поставить королю несколько шахов. Но Ян непомнящий точно считает варианты, играет слон f7 и оказывается, что задумка черных лопается как мыльный пузырь. После ферзь h1, король e2, шах, взятие, ферзь e4, король выходит на d2, но тут всего лишь один шах, король c1. Шахи у черных заканчиваются, поле b3 прикрыто дальнобойным слоном, у белых лишняя фигура и они постепенно побеждают. Поэтому ферзь h3 сыграл Ферруджа, но король e2 и после ферзь f5 слон d5, надежно защищая коня. Ладья ae8, играют черные, ферзь бьет c7, ферзь g4, угрожает вскрытый, а то и двойной шах, но король отходит на d3. Ладья d8, c4, слон укреплен и белые вот-вот перейдут в контратаку, играя ладья h1. Поэтому Ферруджа идет до конца, забирает на d5, cd, ферзь h3, теперь противостояние с белым королем по третьей горизонтали, но у непомнящего целая лишняя ладья, поэтому он играет конь g3. Если забрать, то последует слон бьет e5, далее взятие, король g8, ферзь g5, у белых уже выигранная позиция. Поэтому конь c4, играет Алильза Ферруджа, вот такой интересный, отвлекающий маневр, но белые холодно забирают коня ферзем и после взятия на g3 бьют. Аб, аб, ладья c8 и ладья h1, теперь контратакует уже ян непомнящий, ферзь отходит на d1, ферзь e4. Если забрать на b5, то белые отходят королем на e3 и угрожают не только взятием на h7, но и взятием на e5. Поэтому Ферруджа играет король g8 и после король e3, конь d4, слон бьет d4, осознав, что у него просто не хватает ладьи безо всякой компенсации, Ферруджа сдался. Вот такая очень боевая партия, в которой более опытный и расчетливый ян непомнящий одержал победу над горячим, талантливым, но пока еще не очень опытным Алиризой Ферруджей. Чувствуется, что он очень хочет победить, но с наскока таких шахматистов, как непомнящий, не возьмешь. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии и подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.